Лучшее время для открытых дверей на Воронцовской колоннаде с 12 до часу дня. У рабочих обед, по территории можно пройтись, посмотреть, как изменился памятник за последний месяц-два. Выходных здесь не бывает, даже резкое ухудшение погоды не должно помешать проведению работ внутри Бельведера. Для этого по конструкции, изначальное предназначение которой было удержать колонны в пространстве без изменения при производстве работ, металлическая конструкция, которую вы видите сейчас там на месте, она будет обшита строительным брезентом. В результате мы получим с вами некий саркофаг, который защитит колоннаду полностью от попадания снега и влаги на те поверхности, которые на данный момент вскрыты. Прораб показывает нам, что уже защищено от непогоды. Как только наступит нужная фаза реставрации, все станет на свои места, уверяет специалист. На дачу чиновникам ни один камень отсюда не уедет. Мы снимали с крыши ракушняк, он пронумерован, каждый камень имеет свой порядковый номер. Мы его уложили, он идет со стороны моря обозначен и со стороны входной части. Здесь он пронумеровали, потом скрыли плотным пенопленом, закрыли и потом закрыли сеточкой. Это уже мы его подготовили к зиме. Материалы для проведения дальнейших работ внутри Бельведера закуплены. Фундамент объекта укреплен. Следующая фаза работ – гидроизоляция внешней части. Буквально несколько дней назад реставраторы закончили гидроизоляцию амфитеатра и перешли на тыльную сторону Бельведера. Поскольку усиление фундаментов закончено на сегодняшний день, то необходимо теперь произвести инъектирование кладки самого стереобата, усилить ее. Для этого есть технология, она разработана, принята, присутствует на общем-то в смете. Поэтому осталось только выполнить эти работы и дальше начнутся работы, связанные с обратной засыпкой. Но перед ней еще будет и полнагрегляция фундаментов. Темп работ, говорит главный архитектор проекта, позволяет сделать осторожный прогноз. Отреставрированный памятник предстанет взору одесситов и гостей города уже в следующем году. Нанесен стартовый слой на колонны. Им придан конус, который соответствует историческому. Он был вычислен в процессе исследований. И уже отделочные работы будут начаты в следующем году по этому объекту. Вся документация уже на сегодняшний день имеется. Задачи ясны, цели понятны. Поэтому темп работы, он теперь будет только ускоряться. Особенно учитывая, что конструктивная часть объекта частично усилена. И последняя работа будет произведена. В следующем году этот объект может вполне спокойно быть сдан. Параллельно проводятся работы по реставрации Воронцовского дворца. Первоначальная задача – укрепление фундамента и его гидроизоляция. Со стороны парапета, дворца, там есть места, которые необходимо будет полностью укреплять. Будут переделываться частично и укрепляться. Мы сделали так, что будет накрытие сделано. Будем еще ниже опускать, закрываться. Я думаю, что будем делать так, чтобы и закончить этот этап работы. До самой глубокой зимы мы это все закончим. Архитектор Анатолий Изотов не разделяет панических настроений активистов. Но при этом уточняет, работы действительно могли начаться раньше. И по ходу реставрации приходилось сталкиваться с организационными трудностями малопонятного характера. Реставрацию такого масштаба Одесса не видела со времен восстановления оперного театра. А это без малого 10 лет. К самой почти 200-летней колоннаде так глобально не подходили больше 30 лет. Объекты, конечно, приходят к такому состоянию, как тот же Берведер, с которым мы сейчас работаем. Конечно, необходима целостная реставрация, как и для многих зданий в городе Одессы. Мы провели обследование еще в апреле месяце. Потом был большой период, когда уточнялась документация. Плюс, например, планировалось, помните, было объявление в мае месяц начнем. Потом захотели какой-то фильм снимать. Я действительно считаю, что это очень неправильно. С точки зрения даже тех же, кто эти фильмы снимает. То есть они должны понять, что если они снимут сегодня фильм, а подрядчик потеряет 3-4 недели, тепло времени, это плохо. То есть люди должны делать приоритет. Сначала мы рисуем памятник, а потом снимаете все, что хотите. Виталий Хеми, Андрей Нелупов, телеканал Репортер.